Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Степл. Я нахожусь в Питере, в городе, который имеет свои присущие только ему архитектурные черты. Это и дворы-колодцы, это и множественные каналы. Но сегодня речь пойдет не об этом. Сегодня речь пойдет о совершенно необычной системе подземельей, которая присуща только Питеру. Итак, поехали! Сегодня пойдет речь о питерских подвесных дворах. Это особая чисто питерская черта градостроения. Вот сейчас мы находимся в подвальном помещении, которое не относится ни к одному из домов, находящихся наверху. Это подвальное помещение расположено под площадью дворя. И отсюда пошло название «Подвесной двор». Он как бы висит вот на этих сводах. Точного назначения этого помещения, когда оно строилось, сейчас сказать, к сожалению, тяжело, но, как правило, в таких местах устраивали котельные и угольные склады. То есть то, что непосредственно относилось к инфраструктуре и жизнеобеспечению самих домов, которые находятся вокруг в этом дворе. И таких домов вот эта подвальная система может соединять несколько. Данная подвальная система, пока точно не уберусь сказать, сколько объединяет домов, но минимум три дома соединяются вот этой подвальной системой. И по ней можно пройти сквозь все подвалы домов и под дворовыми территориями этих домов. Большинство подвесных дворов строились в Петербурге на рубеже 19-го и 20-го веков. В условиях ограниченного для застройки пространства и большой стоимости земли застройщики старались максимально рационально использовать площади в центре города. Поэтому широкое распространение приняла практика строительства подвалов, расположенных не только под самим домом, но и под внутренней дворовой территорией. Этому во многом способствовала еще одна типичная для Питера градостроительная особенность – дворы-колодцы, подземная часть которых использовалась для размещения там угольных складов и котельных. В одном из самых дальних помещений подвала находится склад деревянных боковин от бобин, от катушек, на которых что-то сюда поставлялось. Их тут достаточно много, самого разного размера. Но интересно здесь другое. Интересно здесь наличие двух гермодверей, одна из которых сохранилась, одна из которых демонтирована. Из чего можно заключить, что это подвальное помещение использовалось в качестве бомбоубиваща. И интересно, что все несущие конструкции этого здания усилены тавровыми балками. И самый главный момент, что мы находимся сейчас в подвале под зданием. Тоже интересный момент, колонна, на которой лежит одна из двутавровых балок. То есть таким образом усилялись перекрытия. Судя по архитектуре колонн, все это строилось изначально вместе с самим зданием. Здесь мы можем видеть самодельный, достаточно аккуратный верстачок. Вот здесь, когда-то очевидно, находился какой-то агрегат на этом постаменте. Видите, это очень похоже на вентиляционные трубы, из чего можно заключить, что это вдоль поход. Чем-то типа ФВУ. Здесь же присутствует санузел, ну а куда же без него. Двухкомнатный, двухместный. И мы снова выходим в освещенную часть. Кстати, что интересно, перекрытия здесь сделаны похожими на те, которые я видел на Бадаевском пивоваренном заводе. В принципе, это как бы типовая архитектура конца 19-го, начала 20-го века. Скорее даже конца 19-го века. Ну и в каждом углу мы находим какое-то свидетельство того, что подвалы эксплуатируются. Видимо, сотрудники местной ДЭС сюда частенько захаживают. Множество мешков для мусора. Здесь забутованный проход. Там хорошо видна кирпичная кладка. Вот, кстати, с внешней стороны можно видеть ту самую герму, которую я показывал и до этого пытался безуспешно открыть. А мы вышли в просторный зал, где сейчас проходят трубы теплоснабжения. Там с улицы попадает свет. И, кстати, за стеной, похоже, можно видеть подвал следующего дома. Да, совершенно верно. Очень живописный подвал следующего дома. Пока не знаю, есть ли туда проход отсюда. Да, в следующий подвал тоже можно попасть, пройдя сюда. То есть, по моим прикидкам, это, получается, уже будет третий по счету здание, подвалы которого объединяются с этим. На самом деле система оказалась даже более разветвленной, чем я предполагал. А вот здесь когда-то хранился инвентарь, очевидно, дворников еще прошедших десятилетий. Старые коммуникации соседствуют со свежими. Подвалы очень сырые. И здесь много комарья. Вот там когда-то был похожий выход на улицу, но от него мало что осталось. А вот так выглядят эти стаканы, ведущие в канализацию. Сейчас я попробую туда заглянуть. Это смотровые колодцы. Да, это типичный канализационный лоток придомовой канализационной сети. И стаканы сделаны для возможности обслуживания этого лотка. И без попадания в подвалы. То есть, чтобы сотрудники петербургского ранее ленинградского водоканала могли, приехав не искать сотрудников ЖЭКа, и обслуживать свои коммуникации самостоятельно. В общей сложности в центральной части Питера насчитывается около ста подвесных дворов. Все они уникальны и без сомнения представляют культурную и историческую ценность как памятники архитектуры. Но большинство из них являются головной болью для эксплуатирующих организаций и городских властей. За более чем вековую историю их существования, несущие конструкции подвесных дворов успели изрядно прогнить и прийти в негодность. То по одному, то по другому адресу появляются сообщения о просадках, а то и провалах грунта. С каждым гоном становится все больше подвесных дворов, в которые перекрывают въезд автотранспорта, чтобы не допустить их обрушения. Вот эта часть подвесных дворов значительно старше, чем подвалы самих домов, построенных на линии. Ну, собственно, об этом я уже рассказывал неоднократно. Видео, посвященное московским подвальным системам. Вот один из таких овальных люков, старинных, через которые мы сюда попали. А вот это уже новая канализационная пластиковая труба. Интересно, кстати, будет посмотреть, подводится ли она к центральному лотку, но с одной стороны. Это странный вопрос, потому что куда бы ей идти. Да, так и есть. Здесь соединяются два канализационных стойка и уходит уже между малой канализационный лоток, который обслуживается при помощи таких вот стаканов. А вот действительно интересная находка из, наверное, 50-х, 60-х годов. Вырезки из старых журналов кино, телевидения. Скорее всего, чешских. К сожалению, не знаю ни польский, ни чешский язык, но явно это одно из двух. Ремонт же таких дворов – дело сложное и очень дорогостоящее. Требуется снятие асфальтового полотна, замена несущих конструкций подвесного двора. Кроме того, надо организовать возможность для безопасного перемещения жителей по дворовой территории на время ремонтных работ. Проводить подобный ремонт необходимо одновременно с заменой всех подземных коммуникаций, проложенных в подвалах, что требует единовременное участие в работах различных коммунальных служб города. Дело очень трудоемкое и дорогостоящее. По очень усредненным оценкам специалистов, примерная стоимость реконструкции одного такого двора составляет 3,5 миллиона рублей. И чем больше площадь двора, тем выше эта цифра. Я отправляюсь в самые удаленные уголки системы подвесных дворов и подвалов питерских. Здесь один за другим идут стыки канализации. И вот здесь можно видеть еще один кирпичик, который, возможно, позволит установить более точно возраст этих подвалов. Вот эта часть подвесных дворов, которая, видимо, идет под дворовым проездом, и она уходит туда вдаль. Здесь же проходят электрические кабели. Весьма обширная система. Весьма обширная система. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Всего вам самого наилучшего. Оставайтесь с нами на канале. Не забывайте подписаться, кто еще этого не сделал. И обязательно рассказывайте о наших видео в своих соцсетях. Это будет самая лучшая ваша благодарность за тот труд, который мы вкладываем в наши видео. И самая лучшая ваша поддержка для нашего канала. До новых встреч, дорогие друзья!